Алексей Русских начал штаб по комплексному развитию региона с прошедшей на той неделе встречи с президентом страны. Разговор длился более часа, говорили прежде всего о низких доходах в регионе. Согласно данным агентства по развитию человеческого потенциала, Ульяновская область – один из антилидеров ПФО по уровню зарплат. Как и обещал глава региона, работу по повышению заработных плат он держит на личном контроле. По всем рейтингам мы топчемся на месте, занимаем 74 место, 75 место. Это никуда не годится. Я рассказал Владимиру Владимировичу, что мы планируем понимать для улучшения ситуации. До конца года зарплату на предприятиях уже обещают проиндексировать на 10-14%. Сами данные по зарплате в регионе начали корректироваться. Их уточняют на предприятиях в налоговой службе. Пока большинство работодателей действительно согласны на рост до 15%. Однако не все так просто. Как всегда, не обошлось и без коронавирусной повестки. В Ульяновской области сохраняется позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом. Пандемия в регионе идет на спад, ситуация стабильная. Заболеваемость в регионе упала на 4%. При этом Ульяновская область опустилась по заболеваемости на 17 место в России. Расслабляться пока рано. На этой неделе ожидаем поступления 27 тысяч доз спутник В. Остаток компонентов вакцины в регионе с учетом новых поступлений составляет 87 623. Это на сегодня. Касательно вакцинации населения подлежит 595 324 человека. На сегодня вакцинировано 335 669 человек, что составляет 56,4% от подлежащих. Наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в Радищевском, Николаевском, Вишкайском, Цельнинском районах. В Ульяновске по заболеваемости лидируют заволжские железнодорожные районы. В регионе также продолжают проходить рейды. За неделю составили 5 протоколов, один на директора магазина. Соблюдать антиковидные меры в обязательном порядке нужно и соцучреждения. Особенно в связи с началом учебного года. На сегодняшний день процент вакцинированных сотрудников и педагогов составляет 89%. В этом году в школу пошли 124 тысячи детей. Получать знания будут триместрами с соблюдением требований Роспотребнадзора. 1 сентября такой плодотворный был еще день на открытии в рамках нацпроекта. Открыли очень много территорий, сущностей. Это и Кванториум при инженерном лице, и Теренгульский лице, и 43-я школа. И открываем точки роста. У нас их 61 в этом году. То есть достаточно много таких правильных, нужных в рамках нацпроекта территорий для детей было открыто. Отчитались на штабе по подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день общая готовность региона к отопительному сезону составляет 98%. В муниципальных образованиях почти 99%. Есть вопросы по подготовке домов с непосредственной формой управления, по промывке и опрессовке. Таких домов на сегодняшний день 440 у нас в работе. И они ежегодно готовятся к пуску тепла в самую последнюю очередь, после того, как управляющие компании проведут работы на своем жилом фонде. В конце заседания глава региона рассказал о предстоящем празднике. Уже на этой неделе, 12 сентября, Ульяновск будет отмечать свое 373-летие. Несмотря на пандемию, в городе запланировано большое количество мероприятий. Правда, пройдут они с известными ограничениями.